Так, поехали. Так, друзья, здравствуйте. Вы находитесь в саду Валерия Касыня-Железова и его дочка, его ученица, вот, Елена Александровна Савинич. Здравствуйте. Покажи себя, пожалуйста. Так, и представь, пожалуйста, нашего будущего сотрудника. Швецов Иван Васильевич, город Красноярск. Так, теперь Иван Васильевич, вы айтишник, вы этот самый, считается, что или садовод, или компьютерщик. Будем делать с вас садоводом? Конечно. Садитесь ближе. Значит, самое главное волшебство – это прививки. Наука зашла в тупик, Елена Александровна, ты у нас аспирант, да, я говорю прямо как есть. Тем, что занималась очень долго именно сеянц-скрещиванием и сеянц-выращиванием. И дошла до своего предела. А дальнейшее развитие идет только от прививок. Но это наука. Это раз. Еще есть два направления. Второе – это все-таки свои собственные отечественные, не таджикские, не узбекские садоводцы, а свои родные наши. Это второе направление. И возможность даже зарабатывать на этом, то есть выращивать садоводцы на продажу. И третье направление – это волшебство. Сейчас вы присутствуете при волшебстве, друзья. И делай, как я, как там был лозунг, или делай лучше нас. Поехали. Итак, значит, знаете, что здесь? Только, пожалуйста, прошу не завидовать. Это из Европейской России. Так. Самый лучший сорт персик. Сорта, которые здесь могут жить. Так. Поехали. Это у нас маньчжурский абрикос. Вот. Нет, нет. Это у нас китайский садоводец. Ага. Значит, смотрите. Мы будем делать так, что это все здесь замерзнет. Здесь себе. У меня вот там, знаешь, вместе прививали. Есть не укрывные персики, но это хасанские. Ага. Вот. Это самые морсокие в мире. А эти, те же самые, 30 градусов и прощай. Что мы будем делать? Мы сейчас просто привьем, а когда они будут расти, мы будем их выстилать под землей. Да, Иван? Да. Вот. Вот. Пойдем. Выше он уже соглашается. А потом скажет. Нет. Я сделаю так, что еще два поколения по железу выращу. И они перестанут замерзать. Будет такое, надеюсь. Пойдем. И так, поехали, друзья. Познакомлю вас с инструментом. Вы видели, как легко перелезает? Старый заслуженный секатор. Старый заслуженный. Так. Полючая, зараза. Вот. Он с редуктором, поэтому очень легко режет такие вещи. Так. Дальше. Делаем расщеп. И, походу, вы познакомитесь с атрибутами для прививки. Это предельная толщина. По идее, уже такие надо под кору прививать. Но я не люблю прививать под кору. Так. И у меня достается. Ну, покажите, как прививкло. У меня столько фильмов, они не видят, не находят. Вот. Посол мира. Посол мира. Что это за посол мира? Не знаю. Ничего. Одним движением ножа, нож немецкий. Зеллинген. Германии. Это мой любимый нож. Я им работаю. Значит, смотрите. Одним движением ножа. С двух сторон. Да, с двух сторон. Вот смотрите. Достигать будете так, Иван. Вот делать нечего. Телевизор. Или где-то там. Просто надо брать. Кстати, я махнул, видите, сразу. Вот. Это вода талая. Снеговая талая вода. Я ее сберег. Дождевая уже не то, что хуже. Ну, лучше талая. Так. Значит, берется обыкновенная ветка. Тополь. И вот это движение, пока не получится. Движение одним движением. Вот видели. Я с улыбкой сделал два движения. Так. Вот. Снова макнул. Поехали. Немножко раздвигаем. Потому что здесь. Даже. Она настолько крепко будет держать ее. Что хоть и не обматывать. Но обматывать я все равно буду. Так. Ну вот. Посмотри. Вроде заподлицо. Так. И получается здесь хватает места под вторую прививку. Но вот самое. Потом надо будет не потерять время. И посол мира. Написать на бирочке. Так. Прилипло. Отлипаем. Так. Опять с улыбкой. Тогда получается. Значит. Плохим настроением. Лучше в руки не брать. Поправил немножко. Так. Итак. Раз почка. Два. Жалко эту почку отрезать. Пусть будет три. Короче. Минимум две. Максимум три. Это самое оптимальное. Я на тысячах примерах. Убедился в этом. Вот. Еще можно чуть-чуть. Чуть-чуть. Так. А там нормально? Да. Так. Пленка или полипропиленовая или полихлорвиниловая. Вот такая она. Вот так. Так. В таких случаях их надо две или три. Зажаю зубами. Так. Когда улучшена полировка, начинает обматывать снизу. Когда прививка, эта прививка называется в расщеп, в пень. Угу. Вот тут надо сверху обматывать. Значит, применять силу. Со всей силы. Со всей силы. Не жалеть пленку. Вот сейчас. Видите? Немножечко не хватило. И второй. Сейчас будет третий. Можно было плетку заранее размотать. Приготовиться. Ну, я бы, спасибо, согласились. И я все ленился приступить к этой работе. А тут уже время подходит. Вот. Сунард 4 дня назад снег лежал. Даже три. Вот. А уже конец апреля. Надо спешить. Так, вот смотрите, как. Видно? Да, замочек. Так, замочек делал. Так, все. Нормально. Теперь, вот это вот у меня мазь, которая называется садовая варьба Горкова. Вот это вот. Кстати, с продажи исчезло. Вот это у меня остатки. Вот. Она мне нравится прилипучая и никогда не отвалится. Так, вот это в торцы. Бывает, забываю. Поэтому пока помню, я торцы в населе обмазываю. Вот. И заканчиваю. Вот тут середина щель, видите? Вот ее больше нет. Надо умудриться. Есть знатоки, которые говорят, замажьте целиком. Или возьмите парафин, растворите и парафин, чтобы покрывал. Якобы не будет сохнуть. Сдохнет. А ну, тем не менее, учат. Так, ну, что получается? Все. Теперь следующий этап, это будет, вот тут я оставляю бумажку. Посол мира. Потом я возьму. Вначале я делаю, вот, тряпочка всегда под рукой должна быть вот такая. Вот. Вначале я делаю временную. Вот. Беру вот такую вот. Беру, это, как бич, собираю эти бутылки, ой, банки из-под пива. Режу и пишу вот здесь, напишу посол мира и цепляю вот таким образом. Смотрите. Вот. Вот сюда. Вот так вот делаю. Так. Ну, в общем, это легко догадаться. Ну, да. Как их прицепить. А потом пройдет время, где вам показать-то? Где вам показать? Вот, посмотрите, тряпка постоянная. Это уже постоянная навсегда. Так, сейчас ветер поднимается. Мы, в принципе, показали один прием. Второй прием называется лучшинная комплировка. Ну, пока выключим. Так. Ну, давайте попрощаемся пока с нашими зрителями. И все это нужно делать к земле. Максимально низко к земле. А, еще не выключено? Нет. Так, продолжаем. Ой, спасибо. Вот сюда чиниться. Моя лучшая. Да. Чем ближе к земле, тем получаются качественные прививки. Вот возьмем саженец. Он еще не привит. Варианты. Здесь, здесь, здесь. А есть такие специалисты, говорят, вот оптимально почему-то привыкли. Кто-то когда-то трекнул в 19 веке, до тех пор 30 сантиметров требует. И многие думают, что будет на 30 сантиметров выше. Он будет в половину ниже, чем вот этот. Вот здесь привью. Так. А вот этот будет в два раза выше его. Это проверено на тысячах опытов, на тысячах привью. Наша осень, Александр, спасибо. Очень кстати подсказала. Приваем как можно ниже. Так, еще какие-то хитрости. А, не, еще, не, еще, не, еще. Ой. Иван, хорошо, есть с кем командовать, молодежь. Значит, вот, пока обогон, берем бутылку, стой снег привез. Стой, привез. Сейчас я закончу. Надо ветер уже там по верху гулять, ну. И кораблик подгоняю. Так, последний этап заключается в том, что... Можно и форму теряем. Раньше все помнилось, сейчас хорошо по морсу садим. И так, ну, хватит одной. И так, берется вот так, отрезается дно. Я еще раньше делал, сейчас это... Маленькие-маленькие зубчики, лучше впивается. Вот. Что здесь происходит? Это мини-парничок. Там всегда... Ну, еще пробки. Пробки у меня отдельная, мешок с пробками. Потом я пробку накручу. Так, дальше... Микроклимат. Начнется опять похолодание, обещают? Обещают. Минус обещают, обещают. Здесь микроклимат, правильно сказала. И в среднем день идет за два. Что происходит дальше? Увеличение продолжительности вегетационного периода. Да, и это означает, что к зиме возревание будет полное. То, чего обычно не происходит, потому что в Сибири, так как лето, очень короткое. Вот теперь, кажется, все сказал. Ну, все, на этом закончим пока. Ну, тогда теперь уж то, все, пока. Субтитры сделал DimaTorzok